Я приветствую всех, кто вместе с нами на Политэка. Мой сегодняшний собеседник, политолог Виктор Небоженко. Виктор Сергеевич, рад вас видеть и слышать. Я тоже, здравствуйте. Виктор Сергеевич, давайте сегодня поговорим о геополитическом положении дел в мире, акцентируемое внимание, конечно же, на Соединенных Штатах Америки, Китай, Германия, Россия, безусловно, будут в фокусе нашего внимания, потому что, говоря об этих странах, мы в первую очередь будем говорить о судьбе нашей страны, об Украине. И, знаете, давайте вот, пожалуй, начнем мы с Китая. Состоялись переговоры Си Цзиньпиня и Путина в день открытия Олимпийских игр. Подытожим. Ну, во-первых, очень неприличен состав переговорных групп. У президента, насколько была утечка информации из Москвы, президента Путина поехало не 86 человек, а до 20, как посел Пекин. Второе, нам практически не показали даже картинку переговорного процесса, как это обычно принято в дипломатической практике. Третье, они так быстренько подписали совместное заявление, а перед этим было письмо Путина о том, что он очень сильно любит Китай. А так как Путин очень редко пишет письма, то перед этим было письмо, посвященное Украине, насколько ненависть к Украине сменяется патологической лаской к Китаю. Ну, так что это... И хорошо видно, что совместное заявление, как результат встречи Си Цзятьпиня и Путина, а посвящено тайно Украине, прямо НАТО, Европе. Про слово безопасность они уже даже не говорили, красные линии и так далее. И хорошо видно, что Китай открыто стал на сторону Москвы. И тут, понимаете, надо нам понимать очень важную вещь. Вот сейчас я скажу ее. Это принцип, ну, такой разделяя властвую. Что бы мы ни думали, это все-таки страны с высокой субъектностью. И Китай заинтересован в том, чтобы поссорить Соединенные Штаты и Россию. Это очень важно. Собственно, то, что творится вокруг Украины, и вот этот навал, этот возможный угроза вторжения, агрессии или внутренние какие-то провокации, которые возможны в Украине со стороны Кремля, связаны с одним. Ну, президент Путин должен показать, что он дистанцируется, отделяется от Запада, от Европы. А самое главное, вступает в конфликт с Соединенными Штатами. Это очень важно. Потому что китайцы не только величественные и большие, и влиятельные в мире, но они и очень подозрительные. Потому что они прекрасно понимают, что российская элита, ну, тесно, одной ногой живет не в Китае, а живет в Европе. И при смене власти, если что-то произойдет в России, первое, что сделает новая власть, разорвет кабальный договор между младшей Россией и старшей сестрой Китаем. Поэтому китайцам очень важна ясная позиция, насколько Россия способна соединяться с Китаем. А американцам очень выгодно, чтобы такой союз не состоялся, потому что он очень, в общем-то, опасен для Соединенных Штатов. Виктор Завеевич, хотел бы уточнить относительно возможностей Соединенных Штатов Америки. А вот у них есть ли необходимые для этого рычаги, чтобы как-то противостоять вот этому слиянию Китая и Российской Федерации? Ну, вы задали очень сложный и очень редкий вопрос, потому что все в основном ответы сводятся с неким каким-то историческим и экономическим могуществом Соединенных Штатов. Но Соединенные Штаты не так сильны сейчас в мире и экономически не так сильны, а Китай, наоборот, знает свои преимущества. Год назад, когда состоялась встреча на Аляске между китайской и американской делегацией, там впервые вспыхнул конфликт, когда китайская делегация потребовала уважительного отношения к себе и объяснила Соединенным Штатам, что она не собирается вести переговоры в неравноправных рамках. Это был первый такой конфликт, он стал известен миру, и после этого он пошел уже по различным направлениям. Поэтому, конечно же, у Соединенных Штатов мало, мало, как это ни странно, не военных и не экономических, а геополитических рычагов давления на Китай. Но их несколько. Это Украина, это Тайвань, это Афганистан. Вполне возможно, что это будет борьба за Казахстан и за Фергану. Так что вот геополитические факторы сейчас работают наряду с экономическими, пропагандистскими. Но это делает не только Соединенные Штаты, это делает и Китай тоже. Но пока война между Китаем и Соединенными Штатами развернулась на европейской площадке, а еще конкретно, когда Россия выступила со своим знаменитым ультиматумом об откате и требовании, чтобы НАТО произошла, ну так сказать, харакири само себе. НАТО, конечно, отказалась. И Китай внимательно следил за реакцией Соединенных Штатов, НАТО и за реакцией Германии, которая ведет себя очень странно в этом конфликте. И поэтому во многом наши проблемы связаны не с умственными усилиями Путина, его ненавистью к Украине или необходимостью решить какие-то геополитические задачи в Крыму или Донбассе. А это далеко идущие выяснения отношения между ведущими странами мира, между Россией, Китаем и Соединенными Штатами. Но вы правы, вы правы в том, что Соединенные Штаты, ну не то, что вы правы, вы спросили меня, но я ответ делаю такой. Соединенные Штаты ограничены в своих экономических и военных возможностях влиять на Китай. Но у них есть широкие возможности о создании геополитических трудностей для Китая. Один из них очень прямой – это создание антикитайских альянсов по всему миру, чем они, в общем-то, и занимаются и в Европе, и в Азии. Виктор Сергеевич, а вот европейский континент, если мы же будем говорить о ведущих странах Европейского Союза, вот Франция и Германия, вот как они будут принимать и воспринимать то, что, по сути, вот этот театр, если не военных, то дипломатических действий, вот этого противостояния Российской Федерации и Китая будет проходить на их территории, и как это повлияет, опять-таки, на экономическое состояние как ведущих, так и других стран, которые принадлежат к Европейскому Союзу, ну и к странам, которые не являются членами ЕС. Дело в том, что в этом конфликте, который сейчас хорошо чувствуется в Европе между Соединенными Штатами и Россией, выражается он и по поводу судьбы НАТО, и по поводу судьбы Украины и так далее, у России несколько целей, и это на самом деле мешает Китаю и усложняет России решение ее проблем. С одной стороны, она хотела получить какие-то преимущества при нападении на Украину, а с другой стороны стоит вопрос о НАТО, то есть НАТО должно показать свою слабость. И третья сторона, это все реальные объективные процессы, поэтому тут у российских дипломатов нет никакой глупости. Форма выражения, видимо, ультиматума тоже здесь не случайна. И третья сторона, это разрыв, это раскол, не только раскол между старой и новой Европой, восточной Европой. Поэтому, конечно же, и во многом, кстати, это удалось. И Европа видит, что разные страны по-разному повели себя в НАТО, по-разному повели себя в этой сложной ситуации к НАТО, потому что ультиматум был не прямо к Украине, а ультиматум был не больше, не меньше, как к Соединенным Штатам и к НАТО. И Соединенные Штаты увидели, кто может быть союзником в Соединенных Штатах, а кто, в общем-то, ну не то чтобы противник, но не союзник. Речь идет, конечно же, о нейтральном поведении Германии. Но вы тоже должны понять Германию. У ней средний оборот, торговый оборот с Китаем 250 миллиардов долларов. Она не может себе позволить сейчас то, что там Латвия или какая-нибудь другая прибалтийская республика выяснять отношения, что лучше, Тайвань или Китай. То есть, чтобы для сравнения скажу, что товарооборот между Китаем и Россией, будущими участниками альянса, 50 миллиардов. Про 200 миллиардов заговорил сегодня Путин. Он впервые только сказал, что цифру ее надо достигнуть. А Германия уже достигла. К чему я веду? Кто Европа, Украина, Россия, Соединенные Штаты, руководство НАТО увидели те страны, которые не заинтересованы в этом конфликте и готовы пожертвовать Украиной. Ну, давайте откровенно. Германия и так считает, что мы, в общем-то, исторически всегда принадлежали России. А если будет союз между Германией, Россией и Китаем, то проблема Украины для германской экономики вообще нет никакой. Поэтому она ведет себя так противоречиво. Но это большая проблема Соединенных Штатов. Как заставить Германию действовать синхронно с НАТО и, скажем так, с интересами той же Украины. Виктор Сергеевич, относительно ультиматумов Российской Федерации, которые, по сути, были и заложены в основу вот этих документов, так называемых гарантиях безопасности, а действительно ли это были ультиматумы? Потому что, когда какая-то страна определенная, она там выдвигает ультиматум, то утверждается там следующее. Если же вы там до такого-то числа, такого-то периода не сделаете это, 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 то последует вот это, вот это, вот это. Но Россия же не формулировала именно свои какие-то желания именно в такой форме, не говорила о каких-либо временных рамках, что вот там до конца года там Северо-Атлантический альянс должен принять решение о том, что Украина и Грузия не будут членами НАТО. Если говорить грубо, то, ну, по сути, это были хотелки. Испанское издание LPS уже опубликовало якобы ответ американцев на те предложения, которые выдвигала Российская Федерация. Правда, ну, никто особо не выступает и не говорит, что это какой-то слив неправдивой информации. По сути, все молча соглашаются. Вот ответили на ультиматумы вот этой Российской Федерации. Что же дальше? Нет, ну, я могу вас разочаровать, но, к сожалению, в тексте ультиматума и были четкие двухнедельные, двухнедельные сроки ответа и выполнения ультиматума. Более того, был очень жестко поставлен вопрос, чтобы ультиматум рассматривался как единый документ, который касается исключительно Соединенных Штатов. Это очень нагло. И вообще, вы понимаете, в основном же сейчас же мир в 20 веке не пользуется ультиматумами. Потому что ультиматум может позволить себе только очень большая страна, которой нужен повод, не причина, повод для войны с другой стороной. А тут так не получилось. Тут и в этой ситуации, я вам скажу даже немножко ересь, что потом, может быть, выяснится через несколько лет, что МИД или Путин не ожидал, что форма ультиматума окажется такой неудачной для внешней политики России. То есть кто-то тихонько вот еще и помог России встать в такую неудобную позу, но удобную для Соединенных Штатов, для Украины и для НАТО. Потому что для НАТО ультиматум означает угрозу. Это пан или пропал. То есть это же требование самоликвидации. Ну, допустим, завтра придут какие-то люди и с улыбочкой скажут, знаете, политека должна закрыться. Мы выставляем вам ультиматум или иначе мы завтра спалим ваш офис. Ну, это ультиматум. А вы скажете, давайте делать переговорный процесс. Поэтому, к сожалению, форма ультиматума это настолько древняя уже и не принятая в дипломатии, что американцами НАТО ничего не оставалось делать, как начать свое противоположное наступление. Я просто хочу сказать, что еще они начали, скажем так, гибридными методами. То есть не украинская проблема, и не только экономические, но и полувоенные. И многие другие проблемы сейчас НАТО решает. А самое главное, НАТО укрепляется. Несколько лет назад, когда в Соединенных Штатах был другой президент Трамп, он приехал в ту же Германию, поехал еще в Париж. Раз мы уже говорили про Германию, Париж и другие страны старой Европы. И сказал, что мы не можем вас больше содержать, у нас огромный долг. Давайте увеличить свой оборонный бюджет на 2%. И все эти старые страны отказались это делать. Так вот, как это не пикантно, то, что сделал сейчас ультиматумом Россия, позволит Соединенным Штатам заставить старые страны НАТО. Я думаю, это будет сейчас решаться на переговорах Германии и Соединенных Штатов. Заставить обновлять военный арсенал НАТО за счет старых могучих стран. А вы можете себе только представить, что это за огромные деньги. Но нам не будем считать чужие деньги. Давайте про Украину. Я вот же хочу закончить тезис. Если действительно Соединенные Штаты воспользуются этим ультиматумом и увидят, кто концентрируется и кто является по-прежнему членом НАТО, а кто нет. Если действительно будет принято решение о перестройке НАТО, модернизации НАТО, то у стран НАТО начинают Польша, Чехословакия, Румыния. Видите, какие маленькие страны называют? Вдруг появится огромное количество старой советской военной техники, которую именно так нам нужно для вооружения Украины. Виктор Сергеевич, тут еще хотели с вами обсудить, знаете, какой аспект? Вот эта череда дипломатических визитов, которые состоялись. Многие политики, премьер-министры стран уже посетили Киев, встретились с Зеленскими, также Эммануэль Макрон и Олаф Шольц планируют посетить Киев. Вот такая череда визитов. Чем она обусловлена? Потому что такое количество высокопоставленных гостей мы могли наблюдать или когда были юбилеи независимости, или когда иностранные делегации приглашали на мероприятия, которые были посвящены инаугурации новоизбранного президента, независимо от его фамилии. Ну, такие делегации были, когда вступал в должность Виктора Ющенко, самая большая, наверное, была делегация за всю историю проведения церемоний вступления в должность главы украинского государства. Вот давайте с точки зрения политологии и анализа обсудим вот те визиты в контексте результата. Что они принесли? Какой результат мы, собственно говоря, получили, опять же, исходя из той публичной информации, которой мы все обладаем? Ну, да, я понимаю. Знаете, конечно же, если бы не война, то такого количества западных делегаций в Киев бы мы не увидели еще долгие годы. Где-то Запад, Европа, прежде всего, поняла, что то, что творится на юго-востоке Украины и оккупация Крыма и Донбасса, касается их тоже. До ультиматума они как-то не связывали свою судьбу судьбой Украины, тем более какого-то там Донбасса, Макеевки, Донецка, Луганска. Что это такое? Они считали, что это выяснение отношений между двумя странами времен СНГ, которые не сумели хорошо развестись, а теперь выясняют отношения, кому что принадлежит. Такое бывает в истории. А теперь они поняли, что это не так. А приезд в Киев связан с двумя вещами. Во-первых, они хотели выяснить, насколько сам президент Украины в это трудное время может быть президентом воюющей страны и насколько он контролирует ситуацию в стране. К сожалению, это так. Им нужно было внимательно в личном контакте убедиться, что и РМАК, и президент, и премьер-министр, и другие официальные лица, что они действительно не испугались, понимают, не потеряли голову, ими не манипулируют. Для этого нужен был личный контакт. Виктор Сергеевич, правильно ли я вас понимаю, что гости, которые к нам приехали, они решили оценить, а соответствует ли масштаб личности, масштабу тех задач, которые стоят перед страной. То есть это какая-то проверочка, то есть это какая-то ревизия, то есть они в роли ревизоров. Но вы знаете, это часто, это в дипломатической практике сплошь и рядом так делается. Но вы сказали правильные вещи, это надо понимать. И последнее. Дело в том, что я вот начал с одного тезиса, я его не закончил, а перешел к тому. Этот первый тезис о том, что Европа вдруг осознала, что без разрешения конфликта Украины с Россией не будет спокойной Европой, и НАТО спокойно, привело к тому, что Украина сейчас, пусть временно, но реально стала фронтовым государством, а все остальные тыловым. Особенно восточная Европа. И для европейских стран очень важно, как Украина будет вести себя в этой ситуации. Это тоже важно. И второе, то, что вот вы сейчас очень четко, правильно сформулировали, я полностью это поддерживаю. Они приехали посмотреть, пощупать, а что такое президент Зеленский после 95-го квартала, после трех лет неудачной президентской деятельности, насколько он справится с вызовами, которые сейчас обрушились на Украину. Это реально. Хорошо. А когда мы поймем, какие тогда выводы сделали премьер-министры, президенты по вот этому ознакомлению... Ну, это не ознакомление, потому что они все уже знакомы с Зеленским, потому что и Зеленский приезжал к ним и ранее. Ну, если тут же Эрдоган, он же не первый раз приехал в Украину, он уже ранее встречался и с Зеленским, и, в принципе, с нашим высшим политическим руководством. Когда мы поймем, вот те выводы, которые сделали европейцы уже, если та версия, которую вы озвучили, она действительно имеет право на жизнь? Мне кажется, только поймите меня правильно, тут ничего провокционного нету, что они понимают, что президент Зеленский немножко растерян, не контролирует, в общем, ситуацию в стране, что он выдает желаемое за действительное. Когда он говорит, что я контролирую ситуацию на фронте, я провожу реформы, у меня есть успехи, то это нельзя прямо говорить первым лицам Турции, Нидерландов, Соединенным Штатам, там, и кто там еще у нас был. Это неправильно, неправильно. Мне кажется, что те, кто... Мне кажется, что Запад в какой-то мере пытается помочь Украине через голову Зеленского. Ну, надо тут аккуратно формулировать. То есть, вот этих 50, ну, вот смотрите, вот этих 50 или, хорошо, 40 тяжелых самолетов транспортной авиации Соединенных Штатов и Британии, которые буквально через день привозят огромное количество вооружения, это же, скорее, уже параллельная какая-то работа Запада. Безотносительно тому, понимает президент Зеленский это или нет. Вот в чем дело. Многое делается для защиты Украины за пределами работы МИДа и Офиса Президента. Вот это я хочу сказать. И это хорошо чувствуется, когда президент Зеленский спорит с тем же президентом Байдена, кто из них больше патриот и кто из них больше разбирается в Украине, то этот же конфликт мелкий, он же не случайно оказался опубликован. Тем самым Запад показывает, что независимо от поведения самого Зеленского, он будет помогать Украине при любом политическом руководстве. Ну что ж, Виктор Сергеевич, пока поставим три точки. Я вам говорю огромное спасибо за этот разговор, за эту беседу. Политолог Виктор Небоженко был сегодня вместе с нами на Политека. А также спасибо всем нашим зрителям за внимание. Берегите себя, это самое главное.